Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат. С Михаилом Задорновым. Каждую пятницу в прямом эфире Михаил Задорнов подводит итоги недели на Юмор.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. Пришла пятница, 1 марта, первый день весны. И мы с огромным удовольствием приветствуем в нашей студии... И поздравляем с приходом весны. Реклама была каждую пятницу. Ну, надо, наверное, уточнить, все-таки мы не каждую пятницу с вами, да, встречаемся. Потому что люди, мы заняты, и не каждую пятницу просто весь время. Хотя, конечно, приятно, когда за нас болеют, когда сыпятся письма на нашу почту. Мол, вас все-таки закрыли, и вас поэтому два месяца не было. Ну, что вам сказать? Нет. К сожалению, нас не закрыли, и, к счастью, одновременно. Хотя, конечно, такие письма было получать приятно. С чего мы будем традиционно начинать? Перерыв был два месяца. Ну, меня в Москве не было. По простой причине я занимался самообразованием. Пока человек учится, он молод, и я вернулся, помолодевшим. В Москве долго не был, не дышал московским воздухом. Думаю, что дней на десять меня хватит. Поэтому раза два мы в эфир выйдем. Михаил Николаевич, ну, вы сейчас обнадежили всю нашу аудиторию слушательскую, потому что действительно мы получали огромное количество сообщений, писем от людей, которые искренне волновались, что все-таки Кремль закрыл программу. Все-таки, значит, больше ничего не будет. Но не так давно раздался звонок из Кремля, из Казанского, естественно, и нам сказали, что все возможно. Из Смоленского звонили нам, из многих Кремлев звонили нам. Да, ну, я думаю, что у них есть кого закрывать без нас с вами, вообще, честно говоря. И мы далеко не первые на очереди. Да пока до нас доберутся, еще много раз наше государство видоизменится. Поэтому будем начинать нашу программу. Да, друзья, ну, традиционно, я хочу сказать, что в программе «Неформат», которая называется так уже долгое время и абсолютно точно свое название оправдывает, есть некоторые традиции, которых мы стараемся не нарушать. И всегда мы очень активно предлагаем вам принять участие в различного рода поиске, глупостей, неожиданностей, наблюдений, которые вы могли сделать, и присылать нам на 8870. 870. Михаил Николаевич, у вас есть уже некая подборка? У меня есть подборка как раз с нашей общей с вами почтой. Потому что в предыдущих наших передачах, которые, ну, почти, действительно, почти каждую пятницу мы выходили в течение года с вами в эфир, мы предлагали поделиться своими наблюдашками наших слушателей. И, честно говоря, мы раззадорили их, простите за такое слово, от корня задор. И они вошли в азарт. И когда мы не выходили в эфир, все равно продолжали присылать мне на почту свои наблюдения. Вы знаете, довольно симпатично. Мне даже хочется саму себе улучшить настроение и поделиться этими общими наблюдашками наших слушателей. Ну вот, например, объявление. Краны и вентиля от лучших швейцарских слесарьё. А это теперь ведь модняк стало, да? Самельё, слесарьё. Думают, что так должно быть теперь, что это круто. Объявлено на заборе. Швейная мастерская. И большими буквами слога. Мы вам врежем как надо. После приезда в 2004 году президента Путина в город Байкальск всюду появились объявления рекламы. Посетите сауну, в которой, многоточие, мылся Путин. Три восклицательных знака. Кострома объявление лицам, недостигшим 18 лет, алкогольная, 18 лет недостигшим, повторяю, алкогольная и табличная продукция, алкогольная и табачная продукция будет отпускаться только при наличии паспорта. Недостигшим. По-своему у нас понимают законы. Бессмысленно пытаться, вот Медведеву всё время хочет сказать, бессмысленно пытаться вашими законами привести Россию к общему знаменателю. Ну не получится этого. Магазин называется «Живая косметика Мёртвого моря». Вообще красиво звучит. Вот смотрите, в хорошую игру, да, народ включился. Вот точные подмечалки такие. Пишет девушка из Екатеринбурга, есть у нас один салон красоты. Больше туда не хожу, не пойду. После того, как мне прислали по СМС рекламу. Внимание, наращивание 3D ресниц. Острашилка будет. «Карамель», простите, называется во многих городах России. Я очень прошу меня извинить. «Карамель», это «Карамель», «Карамель», «Соска на шесте». В Орехово-Зуево долгое время... Я не могу. Ну, «Карамель» же. В городе Орехово-Зуево долгое время... Долгое время в маршрутных такси было следующее объявление. С такого-то 2008 года в соответствии с постановлением главы города маршрутное такси будет передвигаться по правилам дорожного движения. До этого всё... Всё, вообще речи об этом не шло. Мужчина прислал. «Здравствуйте. Меня очень порадовала реклама. Если кашляют детишки, вам поможет...» Я не могу. «Синий мишка». Ну, мне обидно за мишку, во-первых. А мне так захотелось ему ответить. «Если делаешь рекламу, не кури марихуану». Мужчина прислал. Мне врач прописал кальцитонин. Ну, наверное, правильно произнес название лекарства. Читаем с циномонотацию. «Куча побочных эффектов. В конце редко летальный исход». Такая надежда появилась всё-таки. Ой, объявление на одном из известных сайтов. Представляете, вот я читаю почту и смеюсь, и у меня хорошее настроение. С утра вот почитаешь так свою... Эти посылочки. Ну, весь день хорошее настроение. Только остаётся подойти к зеркалу, как мы с вами не раз говорили, хрюкнуть себе в лицо, и весь день цветёшь и радуешься. Объявление на одном из известных сайтов о продаже квартиры. Продаётся квартира в элитном доме с видом на Москва-реку, в скобках, с тремя восклицательными знаками, находится прямо над банком. То есть для ограбления просто супер. Дырочки посверлил, залез и всё. Стоимость квартиры 5 миллионов долларов. Ну, точняк, только если над банком она располагается, ты вернёшь эти бабки. В магазинах появились новые батарейки в России с названием «Дети прокурора». Ну, гениальный народ у нас. И к ним такой слоган. «Батарейки дети прокурора» в скобках. «Сядут не скоро». А этот парень написал, еду как-то поздно вечером домой, останавливает ДПС, просит выйти из машины. Смотрю, лица у них такие, вот после похмелья реального пацаны такие. И говорят, нам надо проверить, ты податый или нет. От самих разит. А я говорю, ну давайте прибор. Он пишет. А они говорят, да мы забыли дома с похмелья. Он говорит, как проверять будете? Он говорит, плюнь на полк. То есть они его, я не могу, на сушняк проверяли. Плюнет смачно или сушняк? А потом смотрели на плевок, говорят, ну как ты думаешь, у него сушняк или не сушняк? Ну, что ещё? Москва в зоомагазине. Последние, значит, топовые наблюдашки. Москва в зоомагазине клетки со зверюшками под клетками объявления. Пальцами животных не кормить. Потому что они же любят, вот чтобы... Ну, мало мяса в пальцах, микробов много, ногти грязные. Объявление на рынке. Мусор за собой не оставлять. За базар отвечает директор рынка. Пивной бар в Саратове. В меню есть жареные куриные крылышки. Может, вы мне объясните, как можно блюдо жареные куриные крылышки назвать люфтваффе. Я, честно говоря, не въезжаю в тему. Японский ресторанчик в Уфе называется «Смакуй Гейшу». Донецк. Название одного из негосударственных пенсионных фондов написано было раздельно. Сегодня же после ЕГЭ. Сопричастность раздельно. Сопричастность. Ну и, конечно, в одной из больниц на дверях кабинета табличка «Прием и выдача анализов». Вот так. Не прямо, а еще и выдали тебе чужие свои какие захочешь. У нас сколько осталось времени? Секунд? У нас еще достаточно много времени, Михаил Иванович. Еще до 15-17 часов. Нет, а сейчас сколько секунд или уже все? Ну, сейчас мы уйдем на рекламу. А потом я еще дочитаю. Тут четыре наблюдашки симпатяшки. Наблюдашки симпатяшки. Да, друзья, ну у нас такая традиционно веселая разминка от Михаила Задорнова прошла просто наулах. Не знаю, я развеселился. Очень. Я с огромным удовольствием услышал. Я предлагаю вам писать на 8870 ваши наблюдашки. То, что вы видите вокруг необычного, интересного, смешного, конечно же. Мы традиционно зачитаем лучшие в эфире, подведем итоги какие-то. Ну, а впереди нас ожидают еще события, которые произошли в это время. Ой, много. Много событий. Мы их обязательно обсудим после рекламы. Департье, метеорит. Ну что, друзья, мы продолжаем программу Неформат. Как я на самом деле соскучился по этим словам. Михаил Николаевич, если бы вы знали, два месяца на самом деле очень сильно ожидал, когда мы выйдем с вами вновь в эфир. И сейчас я вижу огромное количество сообщений, которые к нам приходят на 8870. Друзья, я хочу напомнить также, что вы можете отправлять туда с ваших мобильных сообщения. Мы обязательно их прочитаем, все лучшие в эфире. Огромное количество сообщений, которые говорят, что ура, наконец-то, программа Неформат в эфире. И, наконец-то, мы будем знать, что происходит у нас в стране. И вот, в частности, одно из них я хотел бы... А, кстати, хорошее послание. Знаете, даже вот философский смысл в этом есть. Потому что вот когда люди смеются, когда ты говоришь правду. Часто скажешь правду, и люди смеются, думают, что ты пошутил. Придумаешь шутку, а они говорят, это пошлятина. А вот правда всегда веселая. То есть, именно по тому, что придумывают сатирики, будут познавать часто время, которое прошло. Какое оно было. Так что очень может быть, что наши новости наиболее реальные с вами. То, как мы относимся к этому, вот это скажем. То, как мы комментируем, вот так скажем. Поэтому давайте к этому переходить, да? Да, я хотел бы просто одно сообщение зачитать. Оно как глаз нашего народа. Братан, ну наконец-таки! Урал метеоритами кроет, без задорного никак. Ой, мне так на Урал хочется сейчас. Потому что, во-первых, весь мир узнал, что есть Урал. Американцы даже знают, что есть город Челябинск на сегодняшний день. Вообще это интересно. Но на американцев не похоже. Да, ну какой Челябинск? Они думали, что там, сами понимаете, что там люди на хвостах висят еще. И кабанов за копыта пьяные ловят. А тут, оказывается, метеориты павают. Да, цивилизованный город оказался. А вы знаете, что в... Вот я не знаю, может быть, не все наши радиослушатели знают, что в Америке очень популярны наши вот эти ролики ютюбовские, которые были сняты во время падения. Ну, реально, америкосы пишут, но русские смелые. Пишут, ловить руками ошметки метеоритов. У нас бы все дома, по домам сидели, спрятались. А эти... Во-первых, они не знали, что... Мало того, что они думали, что Челябинск совершенно такое поле снежное. И ничего там нет. Оказалось, в Челябинске, благодаря метеоритам, выяснилось, больше регистраторов на мобилах, на автомобилях стоит, чем в американских городах в процентном отношении. Причем водилы поворачивались за падающими осколками метеоритов и регистраторами снимали это все. Ну, гениальный народ. Америкосы все больше начинают простые уважать русских за это дело. Ой, а какие статьи у них пишут, насколько, говорят, ну, они реально отважны, не надо с ними воевать. И правильно, вот метеорит показал, с нами воевать не надо, ребята. И их, вы знаете, интересно было очень мне читать, конечно, отзывы и наших, что это такое. Слушайте, ну, наших глючит реально. Я не знаю, все курят траву или нет, но когда уже объявили... Ну, ладно, Жириновский, тот, ладно, тот молодец. Тот сразу сказал, америкосы послали, значит, какое-то новое оружие испытывают, решили на русских испытать. А почему на Урале? Потому что на Урале, это уже другое сообщение было, на Урале под землей находится секретное оружие русских. Путин посылал, помните, экспедицию на север. Наши шли там корабли ходили, шлейф искали, Ломоносово хребет, Менделеево хребет, что это продолжение российских хребтов, и поэтому эта территория под водой Ледовитого океана российская установили. Ни Норвегия, никто не имеет права претендовать, нашли, все. А на самом деле искали оружие гиперборейцев. Страны, которая там была, и опустилась, и нашли, спрятали под землей, под Челябинском. Это, знаете, что больше всего боятся американцы? Снега. Вот если снег выпадает, у них останавливается все. ЦРУ зависает. Вот даже сегодняшние технологии, вот эти плазменные панели. Купил, декодер поставил, пошел снег, у меня снег на экране идет. Молния ударили, у меня декодер отключился. Нормально, ребят, вы говорите, вы научно образованы, вы даже с природными явлениями. Если Америку забросать снегом, остановится все. И поэтому секретное русское оружие хранится под Уралом. Это большой снеголеп. Он лепит большой снежок. Этот снежок можно добросить из Челябинска до Вашингтона. Он одним снежком весь Вашингтон накрывает сразу. И когда американцы об этом узнали, вот они якобы, значит, послали снаряд. Но нас спасли кто? НЛОшники. Вот же в чем дело. НЛО, во-первых, всегда за Россию. Во-вторых, ну потому что больше всего видят НЛО в России. Нигде больше так не пьют. И они даже одну тарелку как 8 представляют, как 6, в зависимости от крепости самогона. Но НЛО терпеть не может военно-морской флот США. Почему? НЛО гнездятся в Антарктиде. Там у них гнездо. А США все время шастают там. Однажды, между прочим, в 48-м году, в год моего рождения, НЛО разгромили флот США полностью. И, конечно, они спасли Россию и разбомбили вот это оружие США. Ну, а наш ответ был соответствующим. Вы помните, что после падения метеорита в США началась страшная снежная буря? Вот это наш ответ был очень верным. Все-таки мы испытали снеголеп и снегокит. Ну, то есть наши технологии не стоят на месте, Михаил Николаевич. Это прям радует. Да-да, мы можем надеяться и спать спокойно. Мы легко справимся с америкосами. Но мне еще понравились... Ой, ну вообще эти статьи, которые писались. И каждый хотел показать себя большим знатоком. Губернатор Челябинска там какую-то волновую квантовую теорию развил. Ученые приехали на озеро. Ученых не пустили. Всех сумасшедших пустили на озеро. А в одной статье в Челябинске было написано, что осколк метеорита попал в ювелирный магазин о хозяева евреи. И метеорит антисимметриальный был. Ой, ну... Знаете, он вовремя прилетел, я вам честно скажу. Потому что уже скучняк повис над Россией. Там хоть какое-то шевеление. Римский папа подал в отставку, да? Там, я не знаю, обесточился крейсер огромный. Там все время что-то происходит. А у нас совсем тихо было. Ну и метеорит как-то возбудил народ. Единственное, кому не понравился прилет метеорита, это, конечно, Собчак и Виторгану. Потому что они как раз поженились и хотели медовый месяц освещать в интернете. А тут метеорит перебил к чертовой матери. Весь пиар. Они к Белоцерковской поехали. Та и в Париже пирожков заготовила. Все надо было раскручивать. Хоп, и все. И нет ничего. И все забыли про Собчак и Виторганов. Так что, ну, больше всех порадовал, конечно, Медведев. Все-таки он мой любимый герой. И остается им до сих пор. Когда он после падения, сказал, начинался форум в Красноярске. Он сказал, это хороший божий знак. Нормально, тысячи человек пострадали. Хороший божий знак. Молодец. Молодец. Со своим кнопкотычеством вмешался в историю. Но и все-таки наши люди не безнадежны. Сейчас продают осколки метеоритов. Делают ожерелья, оправы, колье. И их, этих осколков метеорита, вот уже посчитано больше, чем ошметка в Берлинской стены. С тех пор, как ее разрушили. Ну, а больше всех, конечно, рад губернатор. Потому что правительство потребовало вставить окна. Наши люди, у кого не было, значит, окон этих, как они называются, боже мой. Пластиковые. Пластиковых окон. Они разбили свои старые окна. Сказали, что метеориты. И показали камни, которыми разбили. И губернатор сказал, всем вставим по первое число. И выделили миллиард рублей. Наспор, что фирма открыта на кого-то из его родственников. По вставлению окон. В общем, ребят, взбодрил метеорит нас. Да, я просто хочу сказать, подводя итог небольшой. Мы сейчас уйдем на рекламу. Что американцы в своих блогах, в комментариях пишут, что они теперь узнали новую фразу из русского языка, которую русские произносят каждый раз, когда видят что-то необычное. Что это? Ну, она нифига себе звучит, она... Нифига себе, какая фигня летит. Только фирм там заменен на другое хребтое. Ну, конечно, да. Друзья, ну что ж, у нас впереди рекламная пауза. Давайте мы прервемся на некоторое время, чтобы встретиться в студии Юмор-ФМ через пару минут. Ну что, друзья, мы продолжаем программу «Неформат». И как мы обещали в самом начале, обязательно прочитаем ваши сообщения, лучшие, которые приходят к нам на 8870, ваших мобильных, в эфире. Михаил Николаевич, ну, предлагаю нашу традиционную перекличку. Да, давайте. Итак, сообщение, которое пришло к нам из Челябинска. Объявление. Мягкая мебель из дуба. Конечно, из дуба это же всегда мягкое. Надпись на ценнике «Чай безалкогольный». Вот где они такое взяли? Вот замануха реальная. Поднимает в скобках, поднимает жизненный тонус и готово все остальное. Вот такой безалкогольный чайдек. Отчаешься реально. Ваше. Я просто прочитал последние. Смеялся. Наш редактор Ян Розенберг принес сообщение. И сейчас поднес последние, которые пришли. Так вот, сейчас дойдем обязательно. В Серпухове, прошу прощения, в магазине мобильной связи объявление «Междупланетная связь без абонентской платы». Междупланетная. Все, пошли менеджеры, сдавшие ЕГЭ. Ну все, это челябинский след. От метеоритов. А это да, осколок попал. В Шатуре есть зоомагазин, называется «Рогатый заяц». Тоже загадка та еще. А на въезде в город Анапа долгое время было крупными буквами написано «Памятники оптов». И надпись над кассой в супермаркете «Совершеннолетие наступает с 1 января 1995 года». Я вот как раз это прочитал. Сколько... А, это вы тогда засмеяли. Да, замечательная вещь. Ну что, друзья, у нас есть еще несколько событий, кроме метеорита, который к нам прилетел, который надел много шума не только в России, но и за рубежом. Еще кое-кто прилетел и шума надел. Да, у нас прилетел Жерар Депардье, но об этом чуть позже. Я просто хотел бы космическую тему сейчас продолжить. Видимо, падение метеорита как-то повлияло на наши научные круги. И буквально на этой неделе было заявлено, что Россия планирует пополнить орбитальную группировку четырьмя навигационными аппаратами «ГЛОНАСС-М» в первой половине 2013 года. Аппараты будут запущены с космодрома Плесецк и с Байконура. То есть, все продолжается. Самое удивительное, что тот же самый разгонный блок, который выводил в прошлом году аппараты на орбиту и, к большому несчастью, утопил их в Тихом океане, теперь также используется. Но ученые говорят, что они проведут натурные испытания, зальют окислитель и надеются, что на сей раз... Окислитель зальют все-таки. Да, все-таки колесо до Казани все-таки доедет. Это очень смешное оправдание. Видимо, журналисты записывали за ними, потому что это вот зальют все-таки окислитель. То есть, в прошлый раз они не залили. У меня вопрос, как тогда вообще до бандура взлетела? То есть, они не понимают, что пишут, они не понимают, что говорят. А я немножко защищу журналистов. Дело в том, что в прошлый раз, почему произошла, скажем, поломка? Из-за того, что действительно окислитель не был залит предварительно. То есть, не попробовали... На вкус окислитель или закрепитель? Залит окислитель, потом вылет его обратно. Сейчас зальют окислитель, проверят герметичность баков, выльют обратно, разберут ракеты, привезут на космодром, соберут снова и запустят это все. Вот. И разгонный блок, если опять будет катастрофа, чтобы разогнал всех, кто этим занимается. Вот тогда он оправдает свое название, разгонный блок. Ну, говорят, там посадили кого-то. Значит, это методом проб и ошибок. Посадили, теперь снова запускают. Если опять не было, опять посадят и так далее. Посадки продолжаются. Я просто хотел как раз сказать, что в прошлом году вы неоднократно говорили в течение долгого времени о том, что главное, что нужно делать, это начать сажать. Да, и не только весной, а круглогодично. Время посадки круглогодично. Слушайте, ну нас действительно с вами слушают. И не даром Эхо Москвы как-то сказала, что вот эта передача не формат заторным, это рупор Кремля. Вы знаете, я уже сам начинаю думать, может мы действительно рупор Кремля. Потому что вот за эти два месяца я иногда, когда я не был в Москве, я смотрел новости, ну слушал новости. Вы знаете, так интересно, действительно стали сажать. Вот вся история, все это. Мы, помните, с вами сказали, что мы с вами долго такую тему обсуждали, что пора министров, большинство министров подавляющее, выгнать, убрать. Но убрать, мы говорили, невозможно просто так, они все кореша наших правителей. Поэтому их надо убрать с повышением. Их дешевле содержать, чем оставить на их местах. И действительно вдруг, хоп, и убирают. Прямо оптом убрал. И действительно на эту кремлевскую антресоль их засунули туда, якобы с повышением. Высокая антресоль, значит якобы с повышением. И не убрали Сердюкова только. И тогда был вопрос у нас в эфире с вами. А как вы считаете, вот действительно ваш совет, послушались вашего совета, убрали министров, но почему не убрали Сердюкова? И мы тогда что с вами сказали? Сердюкова припасли устроить публичную порку. Будут потом убирать. Пошутили мы. Но это свершилось. А когда, помните, позвонили нам от Нургалиева, он еще был министром, и сказали, зачем вы так про МВД шутите? А как было не шутить, когда Нургалиев сказал, что надо организовать курсы гуманности по отношению к полицейским? Гуманности как-то так. Человеколюбие. Человеколюбие. Нормально? То есть он сознался в нечеловеколюбии наших полицейских практически. И мы тогда долго ерничали с вами, какие-то жуткие шутки отпускали, даже неудобно воспроизводить их, и тогда позвонили от него. И я тогда в эфире ответил на этот звонок, мол, если звонят, значит министр боится, что его снимут. Значит, снимут, раз боится. Сняли. Теперь. Субботник. Сколько раз мы с вами рассказывали о том, какой субботник мне удалось провести с молодежью под Москвой. Недавно Собянин объявил субботник. И я тогда говорил в эфире, надо, чтобы это от имени Москвы шло, а не от имени какого-то сатирика-задирика, чтобы это шло. Объявил субботник. Наконец, я рассказывал в одной из последних наших встреч с вами о том, что разные учебники истории имеют разную фактологию. В Новосибирске один учебник истории России, причем во Владивостоке другой. И ученики, которые учились по этим историям, спорят друг с другом. А как же было? Пожарский был эпилептиком или собирал народное ополчение? И буквально до такого доходит. Я провел исследование, один ученый, я попросил, я попросил его проанализировать. Он проанализирует. Мы об этом говорили. Недавно Ливанов выступал. Наш министр образования говорит, надо учебники привести в порядок, учебники истории. И повторяет точняк сказанные в эфире слова. Наконец, я вам должен сказать, что наш президент все-таки прислушался к нашим словам. Что если он хочет, чтобы вернуть уважение народу, хотя бы частичное, он должен начать расправляться с теми, кого народ ненавидит. И таки начал, и полетел таки в Сочи. И ужаснулся всерьез тому, что увидел в Сочи. Ну, что вам сказать, не зря мы выходим в эфир. И про ГЛОНАСС мы не раз говорили. Значит, вторая попытка началась. Друзья, может быть, все не так плохо. Я вообще, будучи в Латвии, прочитал много иностранных газет, а то в них написано, что пишут о России. Вы знаете, я сейчас признаюсь, наверное, в том, что от меня не ожидают. Так много гадостей пишут про правителей российских. Вот, например, на латышском языке, на эстонском, на литовском, на английском. Что я начинаю думать, может быть, наши правители что-то начали делать хорошее. Ведь если Запад пишет про кого-то из наших плохо, это значит, что-то началось движение к хорошему. Все 90-е годы о наших правителях писали только хорошее. И было самое страшное разворовывание всего и вся. Ну, вот как-то не очень я сатирический... Нет, сатира была в том, что я говорил. Шуток было мало. Ну, когда ГЛОНАСС не до шуток. Потому что метеорит упал, ладно, а вот ГЛОНАСС посыпется. Там будет, да, посерьезнее, пожалуй. Ну, что, на самом деле... А Сердяков, вот, мне пришло на ум. Сердяков сейчас совсем плохо, ведь. Вот мы говорили, что ему будет совсем плохо. Мы же предупреждали его много раз, ему будет совсем плохо. И вот сейчас приняли этот закон, что нельзя усыновлять детей иностранцам. Да? Да. А это была его последняя надежда уехать из России. Все, накрылся. Останется здесь навсегда. Ну, вот и шутки. Вот и отшутковался. Да, ну, на самом деле, вопрос с усыновлением такой очень серьезный. И сейчас на самом высшем уровне в правительстве и в кабинете президента решается, каким образом облегчить возможность для людей, которые на территории России хотят усыновить детей, процедуру эту. Ну, наверное, к чему-то это придет. Вы считаете, нужно запрещать иностранцам усыновлять русских детей? Не нужно. Кстати, сам Джи Керри, но не Джим Керри, а Джон Керри. Да, да, да. Я знаю, о ком речь идет. Да, признал, что не все так гладко с усыновлением детей американцами, российскими. Я считаю, что нужно обратить внимание и очень внимательно отнестись вот к какому закону. К закону усыновления детей в России. Чтобы вот это заработало и чтобы это не было сегодня, это бизнес по продаже детей за границу. И когда наши якобы демократы и косящие подзащитников прав человека кричат, что это такое, это ущемление прав детей, это все агенты влияния. На самом деле, действительно, все не так гладко. Это большой бизнес, который наладили сегодня, пользуясь нищетой в России. А вот закон правильный по усыновлению детей в России был бы очень кстати. Это бы пошло и на пользу русским родителям, и на пользу детишкам. Русские дети должны усыновляться русскими родителями. Таджикские таджикскими родителями. Молдаване молдавскими. Ну как, это же род наш. Родина от слова род. Родители от слова род. Значит, родителями могут быть те, кто продолжает наш род. Вот природа, народ отсюда же. И ни в одном языке этот корень не образует такое количество родственных слов. Мы должны быть родней. А отдавать в чужой род это преступление против своего рода. Вот, я не про юридические сейчас законы. Я говорю про закон природы. Но когда юридический закон исходит из закона природы, он работает правильно. По правде, по ра, по свету. Вот, что бы мне хотелось, чтобы сегодня прослушали в Кремле именно этот фрагментик записи. Я даже специально замолчал, чтобы в Кремле не было помех, знаете, на записи. Чтобы вы не глушили меня. Хорошо, чтобы он все расслышал. А все эти правозащитники... Нет ни одного правозащитника, который бы защищал права русского человека. Они все защищают только права западников. Только права приезжих. Только гастарбайтеров. И стоит только русским сказать, Ребят, ну мы живем вообще-то в России. Вы ущемляете права человека. Мне очень нравится закон о том, что надо прижать... Я не знаю, как он звучит, но я скажу образом. Что надо прижать, наконец, фирмы с иностранным капиталом. Ну, правда, хорошо. Их надо прижимать. Они практически... Это семена агентов влияния. Которые заполонили... Я же помню, как хлынули наши иммигранты на эти бабки. Вы уехали из Советского... Вы что к нам вернулись? Вы что приехали нас учить, как жить? Да потому что вы все приехали оттуда уже переученные. И сегодня организовали огромный... Я бы вообще их выгнал всех. Если бы я... Я бы точно их повыгонял из России. Михаил Григорьевич, очень радикальная у нас окраска у программ. Все, да, нет, я шучу. Да, ну я думаю, что все, конечно же, услышали именно то здравое зерно, которое мы пытаемся донести. Я предлагаю сейчас прерваться нам на буквально пару минут для того, чтобы встретиться в эфире в прямом студии Юмор-ФМ. Мы продолжаем радоваться жизни вместе с Михаилом Задорновым в прямом эфире программы Неформат в студии в Москве Юмор-ФМ. Ну что, я хочу еще раз сказать большое спасибо вам, друзья, за то, что вы присылаете нам ваши наблюдения на 8870. Сейчас мы их обязательно зачитаем. А пока я хочу сказать, что трансляция, наша онлайн-трансляция, по-прежнему развернута на сайте веселаярадио.ру. Так что вы можете заходить и смотреть, как мы работаем в студии. И иногда даже, может быть, поймать что-то такое, что в эфир не попадает. Да, Михаил Николаевич? Можно. И так. И потом долго лечиться. Некоторые сообщения. Во многих городах... Это вам. Во многих городах есть компания ЖКХ, а у нас было написано с ошибкой. Замечательная ошибка. Вода-доканал-сервис. Во-доканал. Вода-доканал. Два раза до было написано с переносом. Точно, доканал-сервис таки. В городе Буйко Стромской области наша слушница купила ребенку пенал для мытья спины и тела. Вот это приятно ребенку, когда пеналом спину немножко потрут. Ростов-на-Дону, надпись в автосервисе. Рихтанем. Рихтанем недорого. Это чисто по-русски. Рихтанем недорого. Такая малость непонятка, да? Ну, рихтанем. Михаил Николаевич, еще есть вот сообщение, которое мы очень часто касались темы ЕГЭ. Да. Животрепещущей. Задание ЕГЭ по биологии содержит следующий вопрос. К продуктам питания относятся один, жиры, два, сыры, три, углеводы, четыре, белки. Как сюда сыры попали? Не очень понятно. Жиры, углеводы, белки и сыры. Причем, если белки, надо ставить ударение. Потому что так читаю. Вот я сначала написал, прочитал белки. Составьте пары. Сыры, белки. Сыры, белки, углеводы, жиры, сыры, белки. Белки едят сыры. В Новосибирске на АЗС, на двигающемся лотке для подачи денег, надо сказать, берегите руки и все остальное. Ну, русский человек, он же должен не только руки запихнуть, но и все остальное. Все при чем? Что у него есть? Все засунул. Да, вот это возьмете в качестве оплаты за бензин. Да, и еще вот есть пара сообщений, которые, ну, я хотел бы передать вам. А, Санкт-Петербург, студия Загара, чудо называется, истерика. Ну, а что еще может быть? У него человека аустрофобия, его закрыли. А еще у русских отключаются лампы, проснулся. А это мне одна написала в письме, была такая посылка. Я говорю, знаете, просыпаюсь в темноте, и выйти не могу. И чувствую, что ты думаешь, неужели умерла клиническая смерть, меня заживо похоронили. Забыла, заснула в солярии. Проснулась, когда лампа отключилась. Так что, город Колпино, магазин виноводочный, внимание, продукты. Продукты. Это продукты питания практически. Да, хорошие посылочки у вас, друзья. Ну, а нам надо переходить к нашей рубрике. Новости радуют нас. Да, радостные новости. Вот наша рубрика с вами. Да, я просто хотел прочитать еще одно сообщение, которое вот только что пришло, из Владимирской области, в городе Александра. Есть на площади кинотеатр, который был построен задом к площади и передом к оврагу. Вот и сбылась народная сказка. Достань к лесу. Перепутали при закладке фундамента. Ой, ой. А потом менять уже не стали. Ой, вы знаете, я вот в советское время думал, что... Руководят безграмотные люди. Ну, по сравнению с сегодняшним, советские были очень днем... С советским временем... Боже мой! Сегодняшние, по сравнению с советским временем, совсем безграмотные. Ну, как можно было на Курском вокзале, у Курского вокзала, на этой площади выстроить вот эту дуру здоровую? Выходят приезжие, им раньше показывали, смотрите, перед вами Москва. Была Москва, а тут стоит с задницей какой-то атриум к приехавшим. И вот она, лицо Москвы, задница супермаркета и есть лицо сегодняшней столицы России. Может быть, именно поэтому один известный француз приехал в Россию, чтобы посмотреть на истинное лицо. И ему таки понравилось, потому что у него самого лицо не слабое на сегодняшний день. Итак, известный французский актер Жерар Депардье, это новость этой недели, появился в Чеченской Республике. И заявил, что он намерен снять фильм о Грозном. «Я еще раз хотел увидеть то, что я видел несколько месяцев назад. Еще раз хочу посмотреть ваши танцы», – заявил Депардье. «Это первая причина, по которой я здесь. Во-вторых, я хочу снять фильм, показать, что в Грозном можно сделать большой фильм». Ну, что вам сказать. Во-первых, он не первый раз приехал. Он вообще-то приезжал в канун Нового года, ему дали гражданство, потом он получил еще отдельно квартиру в Удмуртии. В Мордовии. Ой, простите, я в Мордовии. И реально немецкие каналы показывают, они все говорят «Мордовия». «Мордовия». Да, они все начинают учить название этого региона страны. Ну да, им же надо объявлять про Депардье, им надо же… «Жерар Депардье фаун нах Мордовия». Говорят они, Жерар Депардье. Настысть фантастышь после этого. Все немецкие каналы говорят о Жерар Депардье, который находится в Мордовии, уходит в шапки-ушанки, прилетел в Чечню. То есть Запад стал узнавать Россию через Жерар Депардье. У нас два метеорита таких. Классно, прилетели к нам. Вообще, в Мордовии же к его приезду Макдональдс второй открыли. Называется Мордональдс. Мордональдс. Но откуда бурановские бабушки? Из Удмуртии. Они из Удмуртии как раз. Но, наконец-то, Депардье дождался главного момента своей жизни. Он стал почетным гражданином Мордовии. И он же слетал еще в Сочи, там посмотрелся. Он оттягивается по полной прогрессии. У него сейчас квартиры будут во всех городах. Сейчас губернаторы будут пиариться с помощью Депардье. Он сейчас такие бабки будет грести. Он вообще перестанет снимать фильмы. Ему будут платить нашими нефтедолларами напрямую, без налогов, без всего. Вообще, если бы Бонапарт вот это все знал и жив был в наше время, он бы не пошел на Россию, он бы попросил гражданства у Путина на сегодняшний день. Я в журнале в живом опубликовал фразу, которая сейчас разошлась и уже звучит как анекдот, что Путин предупредил Депардье, мол, не будешь и у нас платить надоги. Мы депордируем тебя. Вы знаете, по поводу, вот вы сказали, что в каждом регионе страны ему дают по квартире. Это очень похоже на правду, потому что, в частности, на законодательном собрании, на трибуне законодательного собрания Мурманска появился депутат, который предложил и в Мурманске дать за Полярным кругом Депардье квартиру. Замечательно. И Чукти-юрту, и пару юрт, Чумов, Чумов. Он говорит, а почему это мы не можем, как президент Чичьи, по Чичьи подарить Депардье квартиру? И почему он не может снять фильм о Мурманске? Что это такое? Представляете? Аханты-Мансийск? Депардье превращается в такого крупного рантья. У него огромное количество квартир по стране. В хрущевках. Налоги платить не надо. Ну, по крайней мере, можно платить не больше. Ты регистрируешь ИП, 6% по упрощенке платишь. Какие 75% во Франции? Да ну, о чем вы говорите? А потом, ему даже за квартиру платить не надо. Ну, получит он в Мурманске хрущевку. Ну, во-первых, ему там... Ну, он платить не будет. Ты что? Да его попросят просто прийти в ЖКХ, чтобы на него посмотреть. И все, он будет... Ой, он тащится будет. Это очень хорошая история. После того, как российские власти приняли Депардье, вот как они перед ним расшаркиваются, осталось только одно. Правительству России извиниться перед ним, перед Депардье, за победу в Одечественной войне 1812 года. Что бы уж совсем восклицательный знак. Кстати, интересно. В советское время шли фильмы с Депардье. Он в то время появился уже. И вы знаете, я сейчас просмотрел последние фильмы из Депардье. Они плохие. Они все плохие. Он, видимо, не очень хороший режиссер. Ну, наверное, бизнес, как продюсер, грамотно подымает тему. Но фильмы плохие. Лучший фильм из Депардье – это фильмы, которые закупал Советский Союз в то время. То есть вы сейчас хотите разбить мою хрустальную мечту и сказать, что «Астерикс и Обеликс против Цезаря» – это плохой фильм? Кстати, да, он такой хороший. Он же хорош, там эта блистательная роль, по-моему. Нет, ну этот еще хотя бы прикольный. В принципе, он для не очень развитых людей, он смешной. А, все, я перестал смеяться сразу. Он даже веселый, я бы сказал. Нет, там моих друидов любимых опустили по полной программе. Но Депардье, все, я думаю, это интересный отрезок жизни Депардье начался. Я вообще думаю, что эту идею Михалков подал. Они же друганы. И я думаю, что это Никита Сергеевич придумал такую историю все. Ну, что, интересно. Метеорит Депардье, какое-то шевеление есть. Собчак, он с Биторганом только забыли. А так-то все нормально. Ну, надо тоже. Ну, ребят, это серьезное событие. Он говорит, что вы какие-то из небытия сейчас имена вытаскиваете. Собчак. Кто эти люди? Кто эти люди? Знаете, что должна сделать в жизни настоящая женщина? Построить дом-2, посадить на свое место бородину и вырастить второй подбородок. Я вообще, я просто, я безотносительный. Да. Ну, конечно. Ну, что у нас еще из задорных новостей? У нас есть огромное количество новостей. У нас целая папка, если вы видите сейчас нашу онлайн-трансляцию на сайте. Каждая новость должна радовать. Вот наш Диэс. Да, у нас поэтому есть законы антитабачные, например. Конечно. Будет радовать, да. И буквально через пару минут мы с вами встретимся в студии прямого эфира Юмор.фм для того, чтобы продолжать подводить итоги и этой недели, и того времени, пока мы отсутствовали в эфире. Я лишь хочу напомнить, что 887-00 номер для ваших смс-сообщений 0731. Пожалуйста, звоните со своих мобильных. В конце программы мы обязательно устроим блиц из лучших вопросов. Ну, до встречи через пару минут. И не пропустите рекламу без улиц. Друзья, добрый день всем, кто присоединился к прямому эфиру радиостанции Юмор.фм сейчас. Мы продолжаем программу Неформат. Традиционно по пятницам выходим в эфир для того, чтобы подвести итоги в студии продюсера Юмор.фм Максим Забелин. Я помогаю вести программу Михаилу Николаевичу Задорнову, которая является главным автором и героем программы Неформат. Продолжаем? Да, у нас есть несколько тем, которые, пожалуй, стоит затронуть. Это и отречение Папы от престола, и антитабачный закон. Давайте, наверное, с него начнем, поскольку мы говорили о законах перед этим. Но дело в том, что я не курящий, и мне этот закон нравится. Знаете, как у зэков, это я же знаток больше этой жизни, называется дышать дымом, который идет от курящего человека? Гумар. И это считается самым вредным. Поэтому я считаю, что курильщиков надо ограничивать их влияние на некурящих. И ничего в этом плохого нет. Да когда курильщики возникают, мол, что это такое, ну, ребят, вы что, не найдете место покурить где-нибудь? Ну, что глупости говорить? Идите в какое-нибудь место и курите себе на здоровье. Ну, я почему вашим гумаром дышать должен? Я же не наркоман. Я, например, не люблю, когда при мне курят. Я ничего, я не делаю замечания никогда. Ну, курите себе на здоровье. А как же Ванецкий? Говорит, не нравится, отойди в сторону. Я отхожу в сторону. Ну, все же не отойдут в сторону. Я за то, чтобы ограничения были. Правда, сейчас опять на нас калининградцы с вами, вон они прислали маляву, мол, вы эти лизоблюды кремлевские, на то, что мы сейчас говорили здесь. Ну, да, а вы западные. Вот и разница. Ну, на самом деле, в Европе очень жесткие антитабачные законы. Я наблюдал в Испании возле пивных ресторанов, ну, скажем, возле пивных пабов, как люди стоят и курят на специально очерченном на земле таком квадрате белого цвета. То есть за него, за его пределы выходить нельзя, можно курить на нем. А в аэропортах? Внутри паба курить нельзя. Ты выходишь вот на этот очерченный белым квадрат, куришь там, то есть это как рекреация. В аэропортах, конечно. А в аэропортах есть эти стеклянные зверинцы такие, куда они заходят, курят, там накурено, там реально, как в... Вот цвет такой, как в парной, в хорошей, в русской. Туда, там, там, ты же куда-то туда просто зашел, дыхнул пару раз и выходи нормально уже, достаточно. Да, я считаю, что это правильно. Вообще, забота о здоровье должна как-то нашим правительствам когда-нибудь проявиться, если оно, конечно, не слабоумное. И если оно окончательно не ляжет под запад. Медведев все время говорит о здоровье, но что для этого делается? Практически ничего. Вот это, это то, что меня удручает. Для нефти делается все, а для здоровья... А здоровье, вообще, поважнее будет, чем нефть. Ну, что у нас еще? У нас есть еще... Поместелее с темой. Да, у нас есть тема, ну, не знаю, насколько она веселая. Может быть, для католиков всего мира она не самая веселая, потому что многие видят в ней какие-то мистические черты, которые ведут к очередному концу света нас. Уже появилось некое пророчество, которое говорит, что следующий, пришедший за Папой Бенедиктом, Папа, будет последним в истории Папа. И вместе с ним придется... Но он будет чернокожим. Уже есть тому свидетельство. Ну вот. То есть политкорректным. Эти два не политкорректные были. Так вот, Папа Римский, Бенедикт XVI, покинул Ватикан на белом вертолете, сообщает Интерфакс. И направился в летнюю резиденцию, где проведет ближайшие два месяца. Ну, почему... А вертолет Буцефал должен называться, как македонский на белом коне. Так. Бенедикт XVI также написал свое последнее в этом статусе сообщение в микроблоге Твиттер. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку. И пусть всегда с вами будет благодать от того, что Христос есть в вашей жизни. Замечательные слова. Если бы не одно еще обстоятельство. Ровно в этот же день появилось сообщение, что в микроблоге Твиттер началось активное распространение новой программы, которая позволяет вести Твиттеры после смерти его владельцам. Устанавливаешь такую программу... У меня аж глаз задергался. Настолько люди находятся сейчас внутри Твиттера, и вот Бенедикт XVI не исключение, что если у тебя нет возможности физической продолжать вести Твиттер, программа будет вести его за тебя. Да. Я вообще про папу, вот про то, что случилось с римским папой, хочу, вот, знаете, хочу объяснить, что я думаю по этому поводу. Сколько у меня есть времени? Я как профессионал должен спросить обязательно, потому что тут мне хотелось бы очень развить логику. Шесть минут мне показывают. Это я уложусь точно. Настолько мне логичных рассуждений у меня не хватит. Я, знаете, мы с вами когда-то говорили об одной ситуации в мире, вот, а я начну так, издалека. Вот все, кто верят новостям, это потенциальные лохи, таких большинство в мире. Лохи делятся на две категории. Первый, безоговорочно верят новостям, это те, которые говорят, у папы жалко, у него здоровье плохое, он ушел по собственному желанию, рассуждают. Лохи категории номер один, категории номер два лохи другие, говорят, да, это нам впендюривают, на самом деле причина другая. Но причины настоящие не знают, начинают придумывать, как с метеоритом. Это более высокая категория лохов. Есть категория лохов номер три. Они понимают, что они никогда не поймут, почему ушел папа. Это лохи небезнадежные. И вот им я сейчас объясню, что происходит на самом деле. Любой человек, капиталистический мир занимает большую часть планеты. Капиталистический мир повязан с системой банков. Любой человек, который хоть что-то купил, прибыль отдает не только хозяевам торговой фирмы. Прибыль уходит в банки. Банки свой доход размещают в других более крупных банках, крупных и еще более крупных. Те в финансовых холдингах, корпорациях. И так деньги со всего капиталистического, якобы демократического мира сливаются в три потока наверху. И три этих потока контролируют три финансовых осьминога. Три главных краба на вершине этих финансовых мировых пирамид. Это старый Рокки, Рокфеллер. Это мудрый Рот, клан Ротшильдов. И готовы? Ватикан. Вот эти три мафии практически влияют на судьбы президентов капиталистических стран, выборы. Влияют на развитие экономик, на падение евро в соотношении с долларом. Они могут купить любую страну, каждая из них. Ну им это не надо, зачем им головная боль? Мучатся с лохами. Пускай лохи сами мучаются и отстегивают наверх. У них уже азарт. Для них это игра, как для прыщавого тинейджера, стрелялка и игралка на компе. И была четвертая мафия, которую они очень боялись. Это были советские пацаны. Это была серьезная группировка. Железо, ядреное. И куда не сунутся те три мафии, а уже крышуют советские. Все разборки ЦРУ проиграло нашему КГБ. Вьетнам, Северную Корею, несколько стран в Африке, не говоря о Кубе. Как-то сунулись на Кубу, пахан наших советских братанов Хрущ, снял туфель, ботинок вонючий, брякнул по трибуне. Из Нью-Йорка, из Вашингтона народ побежал в пригороды. Боялись, что советские пацаны начнут железо скидывать на эти города. Во какие советские. Советских нельзя было достать. У них не было офшоров, у них не было личных счетов, у них не было коттеджей вилл за границей. Они ходили, вожаки советских группировок, ходили в одном пиджаке всю жизнь, в одном кителе. Их нельзя было никак приструнить. Рухнул Советский Союз. И что произошло? Надо выбирать крышу. Вы вступили на мир западнючего капитализма. Причем сильно такого отъявленного капитализма. Ищите, берите крышу. Весь капитализм подчиняется тем трем крышам. Первые 10 лет уже казалось все. Роки с ротом объединились. И подлегла Россия под них с ее нефтедолларами. Но нежданчик. Пришли ГБшники. Те все понимают. Как? Если подлечь под Роки или под Рота, это отдать нефть. Родное? Не, вот этого мы не отдадим. Это святое для России. Кто остался? Остался Ватикан. И созвонился наш вожак с итальянским. Почему такая дружба с Берлуской? Да потому что созвонились, порешали. Мы вам газ, мы тебе Берлуской, а не газ будем давать по дешевке. И не через Украину, что важно. Всегда дойдет. А Ватикан вообще будем бесплатно газом снабжать. Давай знакомь с паханом. Кстати, Ватикан из двух прославянских слов. Батя. Б часто произносится как В. В языках, образованных от латыни. Ну, скажем, в испанском. Поэтому вати это батя. А кан это закон. Кон, по-русски говоря. Батя в законе. Это пахан на зоне. Реальный пацан. Реальная мафия. И подружились. Берлуской не привел. Помните, это встреча была у предыдущего папы с Путиным, с нашим. Тот говорит, мне твоя нефть не нужна, говорит батя, в законе реальный, в Ватикане. Мне паства нужна. Ну, что христианский мир ссорится? Скажи своим, что не надо гнать на нас католиков. Весь мир меня принимает считать, что я глава христианской церкви. Как только мы перестанем ссориться, весь мир будет думать, что я в главе вообще всего христианского мира. Хотя православные не считали никогда папу своим паханом. С тех пор ни одного плохого слова не было сказано про католиков. Хотя православные часто гнали на католиков. И не беспричинно, прямо скажем. Смотрите. И отношения наладились. Роти и рот взвизгнули от того, что произошло. У них была внегласная договоренность, как у Солнцевских с Балашитинскими, с Люберецкими, друг друга не трогать. И они не трогали. Но все надо валить. Первого свалили. Свалили вдруг, неожиданно, хотя и старость была. Выбрали второго, и тот оказался ненадежным. Не понял, чего ему объясняли. И сегодня собрали президентов католических стран и объяснили те, кто стоят над этим. Будьте добры, объясните папе, чтобы лучше уходил сам. Потому что мы его уже во всех скандалах педофилии замешали. Кстати, открылись все скандалы с педофилией именно после братания России с Ватиканом. О котором никто не знает вообще-то в мире, кроме самых осведомленных. А я же не даром, по сути, за границей часто. И, знаете, сегодня, вот, да, ему все объяснили. Какой он педофил, вы его видели? Да он кепку держать, шапочку свою держать в руках не может. Он еле передвигается. Он раздеться сам не может. О чем вы говорите? Но он понял, что лучше уйти, иначе с ним будет такая же участь, что и с этим. Вот вопрос, что нам делать? Нам надо создавать свою мафию снова. Вот снова, как в советское время. И снова железная занавесь по отношению к западному миру. Нам нельзя в этой западне находиться. Нас прижмут, потому что у нас нет больше такой дружины, такой ватаги. У нас заржавело ядреное наше оружие. И я думаю, что это единственный способ России на сегодняшний день выжить. Создавать мощную армию. Армия у нас это сплошное ЧП. Поэтому бывшего министра ЧП и назначили главным над армией. Вот. Я почти уложился в 6 минут. Так что давайте не быть лохами, друзья мои. И понимать, что к чему. И меня бесят люди, которые говорят, что нам надо идти по западному пути развития. Когда Запад раскрывает объятия, он душит реально. Такое произошло сегодня со странами Балтии. Великолепные земледельцы выращивают морковку по инструкциям Евросоюза. Латышам-земледельцам рассказывают, какая должна быть морковка. А я помидоры в Латвии огурцы не отличаются друг от друга теперь только по цвету. Михаил Николаевич, я просто хочу прочитать сообщение. Спасибо вам огромное. Теперь я знаю, что происходит в мире. Мы прервемся на пару минут. Именно это и происходит. Я о мире, а не о папе. Конечно. Прервемся на пару минут и встретимся в студии прямого эфира Юмор ФМК. Друзья, мы продолжаем программу «Униформат» в прямом эфире из московской студии. Михаил Задорнов, который отвечает на ваши вопросы по телефону 0731. Подводим итоги недели и итоги того времени, пока мы не были в эфире. Сегодня стартует новый сезон программы «Униформат». Сегодня первый день весны, улыбки, солнце, скоро будет еще и море, и пляж, но это чуть попозже. А пока есть ваши сообщения, они, прямо скажем, радуют. В Красноярске салон красоты пришло сообщение на 8870. Maybe. Что значит по-русски «может быть». Может, да, может, нет. Maybe yes, maybe no, так и надо было называть. Оренбург, объявление в подъезде. Мне нравится график вкручивания лампочки в подъезде. Январь первый этаж, февраль второй и так далее. Медленно, но с чувством толком, с расстановкой работают люди. Вот это и есть конец света. Да, в электричке запрещающий знак официальный висит. Зайцам сорить, курить и распивать спиртные напитки запрещено. Ага, ездить можно, а вот курить сорить нельзя. А ездите, ради бога, зайцы. Кстати, мне пришло сообщение. Я же сказал, что я не понимаю, что такое рогатый зайц. Смотрите, народ у нас бывает, ну, такой грамотный. Где такие берутся в век ЕГЭ? А рогатого зайца Михаил Николаевич с такой претензией называют, между прочим, Вольпертингер. Я говорю, как я сам не догадался. Вот смотрю обычно на рогатого зайца, думаю, о, Вольпертингер побежал. А как называют горбатого зайца, будьте добры, пришлите мне, потому что мне теперь уже интересно. А может и Шепелява, знаете, как звать. Что еще? На упаковке цветных ручек написано, осознайте дату производства. Не въезжаю в тему, реально. Осознайте дату производства. Ручек. Да, видимо, это очень давно было произведено. В каменном веке. Мне однажды подарили ручку по новым технологиям и сказали, это самая ценная ручка на свете. Ей можно писать под водой на глубине 500 метров. Вот, Максим, всю жизнь мечтал сделать записи на глубине 500 метров. Причем без экваланга, ты вообще. Представьте, вы оказались на глубине 500 метров, нужно заметить. А надо же записать. Я там заметил, что осьминог смешно сношается с акулой. И мне очень надо это дело зарисовать. Как кораллы размножаются. А теперь есть ручка для этого. Ну, чудеса на планете этим не ограничиваются. И мы переносимся с вами в единственный оплот стабильности на планете, в Северную Корею. Кроме того, что там прошли военные учения, где по сообщению северокорейских, прошу прощения, средств массовой информации, Ким Чан И, новый главнокомандующий армии, наслаждался, это, цитата, видом объятых пламенем вражеских позиций. И, между прочим, это не так смешно, потому что они используют ведь магию вуду. Они одевают врага в американскую форму, сжигают их и дико веселятся по этому поводу. В этом основена магия. То есть северкорейская Масленица такая. Кстати, у нас на Масленицу сейчас многие готовятся сжечь чучело губернатора местного. Новая традиция входит на Масленицу. Соломиное чучело делают. Но обычно зимы, а так кто же виноват во всем. Еще есть одно сообщение совершенно невероятное. Я сначала не поверил, думал, что это розыгрыш. Но, тем не менее, сообщает агентство Интерфакс, что бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации НБА Деннис Родман, те, кто увлекается спортом, наверняка слышал о фамилии, вместе с руководителем КНДР Ким Чен Ыном посмотрели баскетбольный матч, который пошел в Пхеньяне. Об этом сообщает американский телеканал ABC News. Во-первых, как Родман попал в КНДР, удивительно. Но еще удивительно другое, что в игре участвовали 12 северкорейских баскетболистов и игроки американской выставочной команды Гарлем Глоб Троттерс. Матч закончился... Так, ну вот это интрига серьезная. Матч закончился, устроивший обе команды ничьей со счетом 110 на 110. Представляете себе, северкорейские солдаты играют против бывших игроков НБА, заканчивая матч 110-110. Гениально. А я представляю эту игру, корейские игроки-солдаты пробегали между ног у американских баскетболистов. Вы знаете, что делать. Тебе просто так не привыкли играть. Шмыг, и он его ловит туда, а он вот там уже сзади. Я понимаю, это интересно. Вот так будет и в политике Северной Кореи. Она прошмыгнет между ног вовремя где-нибудь. Может быть, Родман, по примеру, Депардье решил поступить? Получить квартиры во всех северокорейских городах. Ну там не квартиры, бункеры скорее. Ну, я думаю, что вот он готовится к концу света, и это самое надежное. Спрятаться в Корее в бункере. Здесь есть еще пара сообщений. Я напомню, это интерфакс. Только он в корейский бункер сможет заползать при его росте. Нет, он будет по поясу ему просто. Так он торчать будет. Как грот-мачта. Флаг вешать. Мушприт. Так вот, во время игры Денис Родман сидел на трибуне, я продолжаю цитировать интерфакс, рядом с северокорейским лидером и общался с ним без переводчиков. Хотя отношения между нашими странами, заметил Родман, находятся в плачевном состоянии. Лично я являюсь вашим другом, маршал Кем Чен И. И большим другом народа КНДР. Так вот, после выставочной игры корреспондент агентства, который присутствовал на этом матче, подошел к Ким Чен И. И пригласил его посетить США. Его приглашение было встречено громким смехом, говорится в заявлении этого информационного агентства. Гениально. Слушайте, а зачем США? Они же не могли приехать без санкций сверху. США вообще, ведь это такой улучшенный Советский Союз на сегодняшний день. Там так просто ничего не делается, значит это какая-то провокация. Но интересно, вот когда они сидя разговаривали, ладно, а когда они встали, вот они сфотографировались? И как? Только панорамная фотография, которая, знаете, из нескольких снимков. Из нескольких Ким Чен Ира. Или тот на табуретку, а этот на колени. Чтобы по пояс быть. Либо, может, на плечо. Залез. Но интересный новость, я не знал про это дело. Еще пройдемся. Я буду думать. Я даже не знаю. Я боюсь, что мне снится это будет. Прокомментировать, потому что странно. Американские баскетболисты приезжают в Северную Корею, играют там матч. 110 на 110 этот матч заканчивается. Просто интересная история. Да. Ну что, друзья, у нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, после которой мы продолжим восхищаться событием, которые произошли в мире. У нас есть еще грузинское вино и Геннадий Онищенко с его замечательными высказываниями. Ой, скорее! Да. Скорее до этой темы надо добраться. Буквально через несколько минут мы в студии прямого эфира продолжим программу «Неформат». Друзья, мы продолжаем первую программу в новом сезоне «Неформат». Михаил Задорнов в прямом эфире студии «Юмор.ФМ» отвечает на ваши вопросы, подводит итоги недели. И у нас есть наш любимый персонаж, ну как наш, пожалуй, любимый персонаж вообще огромного количества различных комментаторов политической и не только жизни страны. Это Геннадий Онищенко, главный санитарный врач страны. Его высказывания настолько прекрасны и удивительны, что не оставляют равнодушными никого. На этой неделе Геннадий Онищенко снарядил целую бригаду людей, которые поехали, специалистов, которые поехали в Грузию. Для того, чтобы попробовать грузинское вино. Они должны вернуться вроде как оттуда сегодня. И пьяными. Кстати, удивительно, пришло сообщение также, что депутаты, это видимо связано с поездкой в Грузию, депутаты выдвинули новую инициативу, что если человек выпивал, но не является нетрезвым на работе, то к нему нельзя применять штрафные санкции. То есть, как это не очень ясно. А где критерий? Ну, неизвестно. Так вот, на этой неделе Михаил Саакашвили, Геннадий Онищенко вступили в словесную пикировку. Михаил Саакашвили оказался очень недоволен тем, что приехавшие специалисты из России, как они себя вели, что к ним приходили владельцы крупных винных заводов и производства на территории Грузии. И предлагали, унижались, мол, купите на у нас. Да, кто они такие, кто ви такие, говорил Михаил Саакашвили, чтобы мы перед вами унижались. Сам Онищенко сюда не приехал. В ответ на это Онищенко сказал, что если будут продолжены нападки со стороны президента на нашу модель исследований грузинских вин, то мы вообще эту тему закроем и отзовем оттуда нашу делегацию. Но впоследствии он сказал, что он приедет в Грузию, видимо, чуть позже. Вообще, я вам должен сказать, вот Онищенко очень плохой профессионал. Он политик. Политики это люди непрофессиональные. Смотрите, он запрещает продукты. Ведь почему запретили грузинское вино? Что, оно вот плохое? Да нет, оно просто не очень хорошее. Но пить можно. Но я в Латвии много этого вина продается, потому что Саакашвили наладил отношения со всеми странами, которые гадят в российское будущее. И, конечно, все эти страны закупают. Ну, смотрите, там не покупают грузинские вины. Конечно, у грузин нет от этого вина никакой прибыли. А что, американцы будут грузинские вины покупать? Ну, как это можно сравнить с калифорнийским? Когда-то Кинзмараули делалось по определенным технологиям. Сегодня для того, чтобы его произвести больше, конечно, технологии другие нарушены. Это уже не то вино. Я выпил бутылочку вина как-то вечером. Ну, слушайте, у меня голова болела все утро. Ну, реально. Но Анищенко же не поэтому запретил грузинский вина. На Украине продаются вина грузинские. Но он запретил, потому что плохие отношения были с Грузией. Сейчас лучше, и он хочет открыть грузинский вина. Но это политика. Это не есть здравый смысл. Он сало, помните, пытался запретить. А теперь зайдите в любой магазин, посмотрите, какое количество омерзительной еды он разрешил привозить с Запада. Гораздо хуже грузинских вин. А сало просто лекарство на фоне той гадости, которую нам сплавляет Запад, не доев сам. Ну, вы имеете в виду этот скандал с кониной? Который... Ну, с кониной тоже сосиски, вон, оказались с кониной в сосисках. Где, кто... Ну, это Анищенко не виноват в этом. Вряд ли он сам лошадей убивал, подсовывал туда. Нет, конечно. Но опять скрылось-то не у нас. Он же не вскрывает эти недостатки. Он разрешил вот эти окорочка, разрешает модифицированные продукты, разрешает все эти добавки Е2, Е4, А16. Всю эту гадость разрешает. И только слушает, что скажет Кремль. Он вообще, по-моему, вне профессии существует. То есть, вот кому истинно наплевать на здоровье людей. А мне наплевать на то, что он там с Грузией делает. Я хочу только одного, чтобы его убрали, а поставили какого-то более-менее порядочного... В политике не может появиться порядочного совсем человека. Но более или менее порядочного человека. Михаил Николаевич, ну, чтобы закончить как-то тему... Знаете, как по-английски Онищенко? Вонищенко. Вой, В первое. Ну, В, а не W. Вонищенко получается. Ну, это... Ну, а что вы? Я бы вообще запретил после этого все английское у нас из продуктов. Что вы скажете по поводу еще одной темы, которая активно волнует сейчас общество? Это история, которая получила продолжение после скандалов с так называемой депутатской собственностью за рубежом. Но речь идет о том, что депутаты или госчиновники, точнее, не имеют права и возможности, по мнению, в том числе, руководства страны нашей, иметь, скажем, незадекларированную собственность на территории других стран и иметь счета в зарубежных банках. Ну, правильно, конечно. И... Ну, а как с ними бороться? Другое дело, что это ничего не даст, честно говоря. Но, как Гоголь говорил, за намерение уже надо благодарить русского человека. Все равно они найдут какой-то способ. Внебрачные дети, мертвые души, Гоголь вечен. И что-то найдут. Но хотя бы у них начнется головная боль. То есть кто-то должен им головную боль сотворять. Вообще, мне кажется, наш президент начал играть в опасные игры. Когда Цезарь подобное сделал с сенаторами, он недолго после этого жил на белом свете, между прочим, он играет с огнем. Потому что чего-чего, а вот собственности ему не простят. Если действительно наезды начнутся, если это не на бумаге, у нас ждут интересные события. Придется ему их сажать, прежде чем они начнут провокации против него организовывать. Сажать, сажать и еще раз сажать, батенька. Да, и кстати, на этой неделе появилось сообщение, оно пришло вчера, что руководитель Федеральной службы исполнения наказаний, Геннадий Корниенко, считает, что теперь следует изучить вопрос и, возможно, использовать зарубежный опыт по созданию частных тюрем. Для того, чтобы было сажать. Куда? Да, конечно. Как вы знаете, вся пенитенциарная система в России – это прерогатива государства. Но, например, я прочитал большую статью в «Комсомольской правде», где было сказано, что, например, в Соединенных Штатах две есть крупные компании, которые управляют практически всеми тюрьмами в США. И в этой статье говорилось о том, что Соединенные Штаты держат пальму первенства по количеству людей, которые сидят в тюрьмах. То есть каждый четвертый заключенный в мире сидит в тюрьмах США. Ух ты! Более того, недавно было сделано предложение… На Советский Союз, я говорю. По некоторым источникам недавно было сделано предложение вот этими крупными, двумя крупными компаниями частными о выкупе у властей штатов, в которых есть еще в собственности муниципальные тюрьмы, выкупе этих тюрем с одним условием, что они обеспечат не менее чем 90% их заполняемость на ближайшие 5 лет. Условия. Потрясающе. Да? И сделано это, ну, видимо, для чего? Для того, что эти частные компании производят огромное количество разной продукции. То есть, да, такой Советский Союз… Улучшенный концентрационный лагерь. И сейчас… Зона! Вопрос с частными тюрьмами активно, видимо, будет поставлен на повестку дня и в нашей стране. Им надо только перевести политкорректное советское выражение. Сталин же политкорректный придумал формулировки гениальней сегодняшних американских юристов. Трудовой лагерь. Я тогда говорил еще, вот почему у них капиталистическое общество, а у нас социалистический лагерь. Говорил я. Хорошие лагеря мне назовут. Но, тем не менее, они действительно, они научились у советского госплана планировать экономику на сегодняшний день. Они очень много переняли хорошего от Советского Союза. Это мы перечеркнули. Я видел несколько патриотических американских фильмов. Блокада наша, солдаты, наши фильмы. Но только сделаны по другим уже современным серьезным технологиям. Посмотрите, сериалы американские. Они сделаны по советским формулам развития сюжета. Они по-доброму, добрые по-советски. Американское кино начинает в очень интересную сторону развиваться. Особенно в сериалах. И английское кино начинает развиваться. Я в блоге в своем писал об этом. И знаете, оказалось, очень много русских людей смотрят такие сериалы, как, допустим, «Безумцы» или «Аббатство Даунтон». Это вообще потрясающе. «Аббатство Даунтон» сняли о Первой мировой войне англичане. С какой любовью к своей родине снят фильм? Такое бы можно было встретить только в советских фильмах. О патриотизме. О том, как дворяне и слуги становятся едины, когда начинается война. Все это темы, которые были в советских фильмах. А мы снимаем «Жила-была одна баба». Мы льем грязь на нашу космонавтику, наш кинематограф. Я должен сказать, у них есть чему поучиться на сегодняшний день. Но я так отвлекся, что забыл, что вы меня спросили. А спросили вы меня не то про нищенка? Нет, уже мы отошли от нищенка. Да, уже ушли от темы нищенка. И говорили сейчас о том, что в России поступило предложение о создании серии... Да, пятизвездочных тюрем. Пятизвездочных частных тюрем. В России это будет очень принято хорошо. Кто-нибудь из Вексельбергов выкупит зоны тюремные на сегодняшний день. И я советую назвать по-другому, не тюрьма. Только в славянских языках звучит одинаково. Тюрьма и знаете как? Терем. Это должны быть тюрема. Ребят, вот это будет политкорректное слово. Кстати, слово «призон» английское, это русское. При зоне. Тюрьма. При зоне. Ну, хай, ну, точняк наше слово. Я сегодня ведь не говорил еще про слова, русский язык, поэтому я же так не могу просто выходить в эфир. Что-то-то должен вякнуть. Да. Что еще у нас? Еще. На этой неделе пришло сообщение о том, что Федеральная миграционная служба наконец-то оценила количество нелегальных мигрантов в России. Так. По их мнению, нелегальных мигрантов в России примерно 3 миллиона 300 тысяч человек. Ой-ой-ой. Большинство из них граждане Узбекистана, есть граждане Украины и Таджикистана, занимают третье место. Гражданки Украины и граждане Таджикистана. Дальше Федеральная миграционная служба делает осторожную оценку. Можно предположить, что они нелегально работают, говорят они. Можно, конечно. Большая их часть сосредоточена в городах-мегаполиях. И что делать? Вот хорошо, посчитали. А дальше что? Это как в мультяшке. Он и меня посчитал. А дальше-то чего? Смотрите фильм «Бабло». Я не знаю, что я сейчас рекламирую, но там такой точняк. Вот со всеми этими приезжими, со всеми этими, кто организовал мафии. Но, ребят, посмеетесь реально. Вот нашинский фильм. До мозга костей. «Бабло» называется. Да, друзья, у нас впереди еще есть наша традиционная рубрика, которую мы обязательно перейдем. Это «Блиц» для Михаила Задорнова. Он нашими редакторами составлен на основе ваших телефонных звонков, которые сейчас обрабатываются. Так что, если вы хотите, чтобы Михаил Николаевич ответил на ваши вопросы, пожалуйста, у вас есть последний, что ли, шанс или возможность на этой неделе сегодня позвонить на 0731 и этот вопрос задать. Кстати, следующий выход в эфир седьмого будет, потому что восьмого нас мало кто будет слушать. Женщины будут готовить прически. Да, у нас будет специальный такой предпраздничный выход. Мы будем поздравлять наших девушек и женщин. Но и, конечно же, подведем итоги недели обязательно на следующей неделе, седьмого числа. И улучшать настроение женщинам будем. Да. В прямом смысле. Вот. Сейчас буквально опять на пару минут мы прервемся. У нас есть обязательства перед нашими любимыми рекламодателями. После чего встретимся в студии. Реклама. Друзья, ну что, наша программа выходит на финишную прямую. Впереди осталось буквально несколько минут, порядка десяти минут для того, чтобы подвести итоги этой программы. И, конечно же, как мы давно анонсировали, ответить на вопросы, которые поступили нам сегодня в течение эфира. Михаил Николаевич, готовы вы? Ну, конечно. С удовольствием. Давайте. Итак, у нас короткий блиц для Михаила Задорнова от наших слушателей. Да, послушаем. Добрый день, Михаил Николаевич. Это Светлана из Воронежа. Сегодня первый день весны. Вы любите весну или, как я, не приносите ее из-за аллергии? Хотя очень радуюсь, что можно надеть мне юбку. Я очень люблю весну. Организм оживает. Я, конечно, насчет юбок, я юбки не ношу. Но девушки хорошеют не по дням, а по часам. И это добавляет тестостерона в организм для творчества. Весна чудная пора, на мой взгляд. И Новый год праздновался славянами весной. В марте месяце. Потому что оживает солнце. День побеждать начинает ночь. Вот, собственно, и признак Нового года. Победа света над тьмой. Праздновать надо с утреца обязательно, чтобы руки к солнцу, баня, не пить, не курить, не... Чуть не сказал, не прелюбодействовать. Нет, это не входит в правила празднования. Не обжираться. Вот. Потому что прелюбодействовать обжираться одновременно невозможно. И что-то обязательно будет некачественно сделано. Но милая девушка, которая задала этот вопрос. Я вообще считаю, что женщины должны носить юбки. Я вам скажу почему. Юбка сохраняет энергию женской нижней чакры. Когда женщина рассекает себя брюками и джинсами, свою энергию пополам, уже дети у нее родятся не такими сильными и энергичными. Это потеря качества рода. Вот почему в древности всегда носили юбки. Вот почему женщины, которые носят брюки, склонны подражать во всем мужчинам. А это неправильно. Это потеря женского гормона, а значит и той радости, которую могут испытывать только девушки и женщины, а не мужики. Когда-нибудь я вам еще один секретик расскажу. Сегодня не решусь. Вот как приворожить действительно мужчину. И что для этого не надо делать из того, что принято с точки зрения гигиены. Но это я потом вам расскажу. Я боюсь, что это шокирует многих сегодня в прямом эфире во всяком случае. Спасибо за вопрос. Я буду помнить о нем и каждый день радоваться, что вы мне его задали. А пока следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Сергей, город Оренбург. Тут наши депутаты хотят запретить использование в машине видеорегистраторов. Я против. А вы сами пользуетесь видеорегистратором? Я не пользуюсь, но я тоже против. А почему их надо запрещать? Они что, грабить машины собираются? Подходите, чтобы никто не засек, что это они. Я, честно говоря, как говорят пацаны, не въезжаю в тему. Вы можете объяснить, почему запретить регистраторы? Ну, я думаю, что... И все именно в Оренбурге. Именно там власть гробит водил, что ли? Нет, ну, может быть, из-за того, что не в Оренбурге упал метеорит, а в другую область. А, регистраторы, собственно, не пригодились, да? А вообще, американцы же еще почему удивлялись, почему у русских в каждой машине видеорегистраторы? Потому что в Штатах запрещено снимать частую собственность. Если ты едешь на автомобиле, и у тебя стоит видеорегистратор, то полицейский вправе остановить тебя и заставить это убрать. Более того, ты можешь попасть на судебный иск от кого-либо, кто скажет, а почему вы меня снимаете, когда я вам не давал на это разрешение? Поэтому в американских автомобилях и нет видеорегистратора. Видимо, не только в американских, но теперь потенциально и в оренбургских. Не будет видеорегистратора, потому что частную собственность жителей Оренбурга снимать нельзя. А он владеющий на две простыни у него, почтовый ящик и три чайника. Частную собственность снимать нельзя. Да, кто его знает, что может в объектив видеорегистратора попасть в Оренбурге? Еще попасть. Да. Добрый день, Михаил Николаевич. Меня зовут Олег. Я из Ростова. Где же вы столько времени-то пропадали? Спасибо. Какой голос зычный у ростовчанина. Я самообразованием занимался. Книжки читал, гулял, дышал свежим воздухом. Знаете, чем замечательна природа? Вот стоит провести, уехать из Москвы, провести, ну, месячишко на природе, вы знаете, что происходит? Вот, вот, клянусь, не вру. Слышишь лучше, видишь лучше, запахи чувствуешь лучше. И вообще башка работает лучше. Знаете ли вы, что, вот, и, например, я, прочитав пьесу Бернарда Шоу, «Пигмалион», нашел удивительное вступление Бернарда Шоу. И там, в одном из вступлений, оно не переведено сегодня на русский язык, он пишет, «Эх, если...» Вообще, вот, никто не знает, почему он написал эту пьесу. В это время шла реформа английского языка. Английский язык, у него не было правил произнесения гласных. И нужно было придумать эти правила. И столкнулись два ученых. Один говорил, надо произносить, как у русских, каждая гласная должна по-своему произноситься. Второй говорил, надо сократить количество произносимых звуков. И поэтому стал компоновать и вывел транскрипцию. И Бернард Шоу был против этого. И Бернард Шоу писал, если бы у нас, у англичан, был такой алфавит, как у русских, Бернард Шоу писал, наш бы язык не деградировал. Это Бернард Шоу... Смотрите, ну интересно же, а почему у русских было больше звуков? Потому что это были звуки природы, которые пропали в других алфавитах. И сегодня мы уже многого не слышим. Есть звуки, которые мы не можем воспроизвести в речи. Поэтому у нас часто слова пишутся одинаково разные. Замок и замок. И вынуждены ставить ударение. Или брак и брак. Брак тех, кто женится или выходит замуж. И брак заводской. А это разные слова. Они по-разному писались. Они по-разному произносились. Знаете, я услышал, как говорили русские аристократы впервые в Америке в 89-м году. Остались живы дети тех первых эмигрантов, которые уехали еще от революции. Они говорили... Я не совсем понимал, что это за речь. Они же еще учились читать с ять, с ижицей, с этим и, которое на украине. Это все другое произношение. И я сначала... Я тогда не понял. А теперь-то я понимаю, в чем дело. Другой... По-другому звучал язык. Он звучал... У меня было ощущение, что они немножко поют, когда они говорят. Кстати, в Латвии я слышал, как одна латышка на латышском языке вела вечер. У них очень певучий язык остался. Язык природы. У них не было письменности, никто не менял их язык. И у них как пение. Вот древний язык это сродни пению. И поэтому, например... И поэтому речь помогала. Вот выходят люди на завалинку и поют. И что? А у них гриппа нет. Они не болеют. У них слизистые оболочки содержатся в такой тонусе, что вирус не проникает и не заражает. Петь надо по вечерам, по утрам рычать надо. Это забыты эти секреты совершенно. А чтобы эти секреты... Что такое секрет, что такое тайны? Забытые знания природы. Кона так называемого. Вот чтобы их почувствовать, я и пропадаю. И возвращаетесь. И возвращаюсь, чтобы хоть кому-то рассказать, что вот так вот можно жить. Так лучше жить. Вот. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Это Виталий из Москвы. Скажите, вот такой вот у меня вопрос. Если вам на почту приходит письмо, счастье, вы его пересылаете 20 вашим друзьям? Спасибо. Да. Я лично вообще на кнопки не нажимаю, чтобы вы знали. Я такое количество писем, которые мне приходят, вообще прочитать не в состоянии. Потому что, ну, в день приходят на... Несколько почт есть. Приходят до тысячи писем. Из них сколько писем, счастья, я не знаю. Но я обязательно поинтересуюсь у своих помощников. Потому что они мне пересылают уже на мою секретную почту только то, что считают нужным мне знать. Вот, например, вы, негодяи, обязательно мне перешлют, потому что... Ну, надо же начальника на место поставить, шефа своего как-то тоже, чтобы не зазнавался особенно. Вот. А письмо счастья мне они, к сожалению, не пересылают. Я потребую, чтобы они мне пересылали их. Добрый день, Михаил Николаевич. Это Илья из Челябинска. Я тут камушек нашел. Думаю, что это осколок метеорита. А вот сейчас сижу и думаю, что мне с ним лучше сделать. На память оставить или продать? Спасибо. Ну, прежде всего, чтобы понять, метеорит или нет, постучать по голове. Три раза. Если звон пойдет, то это метеорит. От головы звон причем должен пойти. Но лучше, конечно, сначала обрамить в золото, в платину, а потом продать. Вы знаете, тут сообщение тоже пришло по каналам информагентств, что в Волгоградской области был задержан человек по подозрению в мошенничестве, который пытался продать обычные камни, как осколки метеоритов. После задержания он объяснил, что он несколько лет назад нашел их в лесу, дождался, пока упадет, это я цитирую сообщить, пока упадет Челябинский метеорит, и после этого решил подзаработать. Классно. Да, он ожидал. Он сидел в лесу много лет и ждал падения метеорита. А вы знаете, что Волгоград, кто-то предложил снова в Сталинград переименовать? Один день, он считал, ну, это памятный день был, а кто-то предложил так и оставить. Еще сделал вывод, что надежды на улучшение жизни в Волгограде уже быть не может, если его переименуют в Сталинград. Михаил Николаевич, ну вы сегодня говорили о почте своей, и там есть несколько же сообщений, которые вот вы... Я думаю, что я уже сегодня зачитал из почты много, я лучше поделюсь своими размышляшками, размышлизмами. Да, у нас как раз финал самой программы, поэтому вам слово пожаловать. Ничто так не свидетельствует о том, что Путин утрачивает влияние в мире, как то, что борьбу собираются исключить из программы Олимпийских игр. Знаете ли вы, что День Святого Валентина лучше перенести на 14 марта, чтобы у людей была возможность передарить накопившиеся после 23 февраля и 8 марта? В армии ввели шведский стол, вернее, сейчас вводят. Вы представляете, сколько сухих пайков будет лежать на этом столе? Подходи, выбирай любой. Запущенные часы отчета времени до начала Олимпийских игр в Сочи грозят остаться единственным в срок с данным объектом Олимпиады 2014. В рамках раньше, чтобы избить... Вот знаете ли вы, что раньше, чтобы избить, просто так избить, просили закурить на улице, а теперь представляются, везут в отделение полиции. Все культурненько происходит. А знаете ли вы, что политический строй в России называется сегодня коррупционная монархия? По старой доброй советской традиции скоро город Санкт-Петербург будет переименован в Санкт-Путинбург. Не перевелись еще богатыри на русской земле. Если на улице вас избивают, не перевелись даже не так, я неправильно сказал, отважные люди, смелые. Если вас на улице избивают или еще хуже, пытаются убить, всегда найдется здоровый русский мужик, который не побоится все это снять на камеру своего телефона. У одиноких женщин появилась новая мода на счастье прибивать на дверью фотографию бородки Стаса Михайлова в виде подковы. По-моему, на этом можно наша... Особенно учитывая, да, что у нас следующая неделя будет однозначно посвящен... На этом совете закончить, да. Прекрасным женщинам. Ну что, друзья, спасибо большое, что эти два часа вы провели вместе с нами. Мы обязательно встретимся с вами, еще раз напомню, 7-го числа в 15 часов по московскому времени здесь, в студии прямого эфира Юмор-ФМ. Михаил Николаевич, до встречи. До встречи. До встречи. Неформат с Михаилом Задорновым.